В Челябинской области стартовали конкурсы профессионального мастерства педагогов третьего тысячелетия. Торжественное открытие состоялось 23 марта в Копейске на базе Дома культуры имени Кирова. Как вы помните, в Копейском городском округе блестящую победу на области и затем второе место на России занял педагог станции юных техников Олег Артурович Халитов. И благодаря ему и победам многих других наших педагогов принято было решение открытие провести в Копейском городском округе и провести в течение всей этой недели номинацию «Сердце отдаю детям» на базе Дворца творчества детей и молодежи. Сегодня мы здесь принимаем в главном дворце города, дворце имени Кирова, 312 представителей из всех муниципалитетов Челябинской области. За звание быть самыми лучшими в третьем тысячелетии будут бороться более 150 педагогов со всей области. Конкурсные этапы пройдут на четырех площадках – Копейский, Челябинский, Коркино и Магнитогорский. От всей души приветствует Копейск с Урала-Южного приятных гостей. И пусть сегодня здесь никто не усомнится в великой важности профессии своей. Копейск на конкурсе будут представлять несколько профессионалов – победителей городского этапа. Номинации «Сердце отдаю детям» выступят два педагога дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи в художественной направленности Ирина Дубовенко, естественно-научной Ольга Ларионова. В номинации «Учитель года» свои силы попробует Елена Новикова, учитель географии 48-й школы. В номинации «Педагог-дошкольник» город представит Евгения Жукова, специалист по изодеятельности детского сада номер 50. За звание лучшего педагога-психолога поборется Татьяна Житкова, специалист 24-й школы. И, наконец, в номинации «Воспитать человека» Копейск представят сразу трое – замдиректора по воспитательной работе 13-й школы Светлана Прохорова, классный руководитель 43-й школы Татьяна Романова и социальный педагог школы номер 45 Людмила Брюханова. Это выявление действительно наиболее талантливых педагогов, которые могли бы поделиться своим опытом со своими коллегами. И история этих конкурсных процедур, которые уже, наверное, лет 20 проводятся на территории Челябинской области, она демонстрирует, что квалификация, уровень подготовки наших педагогов вполне достойный, приличный. А в Копейске? Ну, Копейск – это, в общем-то, город, во-первых, очень значимый для Челябинской области. Здесь очень много инноваций в системе образования, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. И поэтому мы с большим удовольствием попросили Копейск, а Копейск не отказался. Церемония открытия состояла из двух частей – торжественной и презентационной. В рамках второй в фойе Дома культуры была открыта выставка образовательных брендов Копейска. Одни из ее участников – воспитанники 45-го детского сада Кирилл и Владислав – доступно показали, как в 6 лет они умеют владеть снаряжением альпиниста. Карабины бывают муфтовные и не муфтовные. В муфтовных карабинах есть муфта, а не муфтовных и нет муфты. Муфта нужна, чтобы открывать карабин и закрывать ковры. Сейчас мы покажем, как карабин открыт. И как закрыт. А это поводок. Поводок служит при страховке, при лазании и при падении. Страховочная система служит при лазании в лесной зоне и по горам. Другие детские сады и школы также представили свои проекты в научно-исследовательских, творческих и спортивных направлениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова